Добрый день, дорогие друзья! Я вас приветствую в Джимате. Мы находимся в районе Азоса, это ЖК. Пионерский называется он с той стороны. Магазин «Солнышко» находится. Единственное место, где нашел тут возможность приткнуть свою машину. Сегодня попросили показать джиматинский проезд, мои дорогие подписчики. И для вас посмотрим. Я что-то давно здесь не был, в начале сезона всего лишь. Время на часах 9.00, на градуснике 32, на календаре 22 августа 2023 год. Всего лишь 9 дней нас отделяет от конца лета и начала бахотного сезона. Но уже сегодня у нас начинаются массовые отъезды наших отдыхающих. Кто-то в школе, кто-то по работе, в общем, у каждого свои проблемы. Единственный момент, что у нас настолько все прекрасно и хорошо, что уезжать им совершенно не хочется. Еще возле этого ЖК «Пионерского» появилась куча разнообразных магазинов. В общем, бизнес пытается здесь зарабатывать по полной программе. Ну, людям только в плюс. Меньше ходить за всякими рода вещами. Единственное, здесь не хватает жутко парковочных мест. Это печалька. С правой стороны у нас находится частный сектор. С левой стороны, вот, показал, «Пионерские квартиры». Все это можно снять, и люди этим и занимаются. Приезжают сюда на летний период, снимают в этих местах для отдыха себе койко-места. И ходят на пляж через тот проход, который мы будем сегодня с вами смотреть. За 11 еще через Ламелию есть проход, но он менее популярный. Зато там, если пройти туда, в сторону Эллады, там как раз-таки имеется голубой пирс, возле которого постоянно тусуется огромное количество дельфинчиков. Что-то как-то сегодня, вот, мне кажется, более свободно, людей не так уж и много, либо уже все, может, и на пляж. В общем, одни вопросы-вопросы. Вот, пожалуйста, номера с удобствами приезжайте, отдыхайте. Сегодня синоптики нам обещали 33. Вот, температура подходит к ней. Ну, это еще на солнышке, в тени будет чуть-чуть поменьше. Не сдаем, не беспокоит. Вот это красота просто. Мечта жить на Джимоте и иметь такую надпись на заборе. Прикольное существование, наверное, хотел. Подходим, как раз-таки, уже к повороду. Здесь находится светофор, с правой стороны, столовая, а за ней находится аквапарк. Аквапарк Тикитар довольно-таки популярное место, особенно с детьми, говорят, там очень хорошо я был. В нем, ну, на одной горке я не катался. Я бы, наверное, для более активного такого отдыха с горочками выбрал все-таки аквапарк, который называется Золотой пляж в Анапе. Ну, и Тикитарк тоже все хвалят. Кстати, он еще пока не работает, не запустился. С того, я смотрю, что стоят уже люди. Я вчера читал отзывы в телеге. Кафе Полет кто-то хвалит, кто-то нет. Неоднозначно. В общем, пишите вы, как относитесь. Здесь я не могу ничего сказать плохого или хорошего. Так-то вроде бы зонтики, мягкая мебель, хорошая раздача, все красиво, классно. Поэтому пишите, потому что, ну, отзывы разошлись. Феврально просто, как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные. Здесь люди потихонечку открывают свои торговые павильоны. То есть, 9 утра, много точек не работает. Торгуют фруктами, овощами. И столовые все функционируют по полной программе. Мы сейчас туда с вами зайдем, посмотрим, что тут по ценам. Вот я вам говорил, видите, в тени поменьше. То есть, 33 это было на солнышке. Кожаные изделия ребятки продают. И это у нас столовая тоже очень интересная. Можно посмотреть цены на пиццы. И что здесь по еде есть. Красотища. Народ с отрицал уже хочет чего-нибудь есть. Выбор, конечно, просто огромный. Есть мунха отпугиватели. Спасибо. Домашки. Листик 160 рублей 100 грамм. Непоштучно продают. И хорошее большое помещение. Также у ребят есть свои вкусные сладости. Ой-ой-ой. Тут несколько кафе. Столовых. Видите, они поворачиваются язык назвать. Которые очень хвалят. И приятного аппетита тем, кто сейчас с утра у нас уже кушает. Продолжаем прогулочку. С левой стороны у нас шашлычки по 800 рублей предлагают. Здесь идет строительство нового какого-то огромного отеля. Тут, кстати, ЖК Пеневский закрыл полностью там вот этот вид на море. Предлагают разные вкусняшки. Блогеры с правой стороны. Ну и, друзья мои, здесь везде. Красота. Чистота. Вот это меня радует. Когда ты приходишь на проходы к морю, а здесь все убрано и очень хорошо. Есть вам, пожалуйста, лавочки. Захотели, посидели. Следующая столовая. Здесь больше детский вариант. Оформление. Мягкие стульчики. Очень клево смотрится. Обратите на это внимание. Телевизор и такие всякие интересные вставочки. Ну, мне, по крайней мере, на вид прям очень нравится. 32,4 воздух. С левой стороны еще на стол. Давайте глянем здесь, что по ценам. У ребят, мне прям интересно. Что продают? Вкусные, красивые блинчики. И разные салатики. Тоже мухоотпугиватели стоят. И выбор немножечко другой блюд. Но все так же интересный. Смотрите, она готовила, ребята. И тоже есть вкусняш. И даже сладости отличаются, слышите. Ну, прям класс. Посмотрите, вообще мишка. Фото зоны есть. Это столовая. Смотрите, какое клевое оформление. Мне, по крайней мере, прям очень нравится. С той стороны в столовую я еще не заходил. Как-то все, руки не доходят. Или ноги до нее. Но обязательно когда-нибудь зайдем. Есть рыбка, пиво, розлив там и все остальное. Здесь у нас пошла торговля. Разные вещи, одежда. Нужное все. Или ненужное, наоборот, для вас. Вкусняшки. Пивасики продают здесь по 80. Все это по основному циньки. Есть немножко по 70. За пол-литра цены озвучил. С той стороны шаурма, гира. И, кстати, тут прям зашел в столовую, вышел. И как-то движение людей на пляж начало. Тротуары узкие. Тут, к сожалению, много торговли. Как бы еще на них повылазило. Из-за этого приходится на дорогу выходить, чтобы спокойно к морю пройти. Фрукты, овощи у нас, к большому сожалению, здесь без цен. Ну, как во многих местах, я, честно, раньше очень сильно с этим боролся. Сейчас просто говорю, ходите, ребят, покупайте. Там, где цен нет, уходите, покупайте в тех местах, где ценники есть. Это ваш личный выбор. Я все-таки голосую рублем за те места, где цены указаны. Вы подходите, посмотрели. Помимо того, что к многим вопросам к весам, так еще и к этому. Ценник, кстати, на пиво такой же. Все большими буквами написано, подписано. Белый пляж. С правой стороны. Карл, гостевой дом, отель. То есть очень много интересных мест. Если ты смотришь столовую, много людей. Сидит окошки открытые. Я как-то несколько лет назад тестировал тоже. Посмотрите на обзорчики и слышите там, что да как. Встречаются наши подписчики. Вот сюда место пошло им. Хорошо отдыха желаем. И здесь 32,4 температура воздуха. Мониторю по всей дороге. Просто интересно, как оно меняется. Потому что все-таки солнечные лучи приходят все жарче и жарче. Ну так, стрёмненько, да? Машины выбрасаны. Ни одной скамеечки, ни одной зелени. Какой-то бедлам просто на этом месте. Когда были оролеты, мне кажется, было даже покрасивее. Вроде бы к морю идем. Такое ощущение, просто на какую-то парковку пришли. Доброе утречко. Как работа? Дай бог, чтоб еще лучше. И как можно дольше. Ну, по крайней мере, этого прям очень хотим. Так, я второй встречаю эту девушку сегодня. Она тут прям очень быстро наматывает круги. Такая мощная, красивая, классная. По бочам, все-таки, кукуруза по 50 уже. Голубика по 200. Вот приятно, когда идешь, видишь цены. Можешь их озвучивать. Пивасики на розлив. В общем, красота. На этом гостиница заканчивается. Здесь ограничений на проезд нету. Снесли столбы. С правой стороны имеется душ, туалет по 30 рублей. Также массаж рыбками. И тут два направления, короче, для движения. Одно направо туда, нам туда не надо. И вот сюда налево. Пойдем в левую сторону. Посмотрим, как здесь будет море. Надеюсь, что чистое, классное и прекрасное. В крайней мере, мне этого очень хочется. Радует, что вот эти два куста сохранились с акациями. И радует нас. Кто-то лифчик повесил. Говорят, а кто купальник потерял? Пишите, будет интересно узнать. Ваш манриней, может, ваш купальник. Я как-то и здесь раньше фотографировал. Но до того момента, как Джамайка пришла и построила на этих дюнах свои строения. Которые теперь круглогодично там и стоят. Есть у нас такая горочка, чтобы покататься. Там территория Белого пляжа для отдыха. Ну и здесь территории пляжные развиваются по полной программе. Есть бунгало, есть батуты, переодевалки. Вот здесь переодевалки секретная мусорка. Потому что мусорки здесь на вес золота. Даже здесь не одна, а две мусорки. Одна стоит, вторая, одна с этой рядом с передевалкой. О, кстати, клевенько. Указаны цены за массаж. Девушка делает. То есть, не надо никого ничего спрашивать, точнять. Очень клево. Почему все так не делают? Этого бы прям хотелось. Здесь продают мороженое. И смотрим по ценам на лежаки. 300 рублей на весь день. Если на полдня, то за 200 можно снять. Лежаков много. Время 9-13. Добрались до пляжа за 13 минут. То есть, заходя в разные столовые, смотрят ценники. То есть, время подходит очень быстро. День добрый. У нас ребята тоже продают всякие вкусняшки. С ними мы давным-давно со всеми знакомы. В этом году, видите, аэраги с этой стороны такого формата остались. А то какие-то двухъярусные появились. 33,1, друзья. Температура классная. Все прекрасно. Здесь у ребят работает прокат. Таблеточки, катамаранчики. Также можно покататься на бананчике. Ну и самое главное здесь, на что стоит обратить море. День добрый. Хорошая работа. Доброе, доброе. И смотрим. Самое главное, да, достопримечательность, это, конечно, море. Ну, фантастика. То есть, если кто-то сейчас где-то жалуется за море, ребятки, приходите в Джамате. Здесь прям все очень круто. Не знаю, что это, но очень интересно. Такой прицел валяется. Прямо на берегу. Я отошел от технической зоны. Сейчас схожу, замеряю температуру водички. Какая же она здесь. Людей, ну, на это время, мне кажется, маловато. На чем это может быть, сейчас попросыпается. Но бурного потока приходящих я сейчас не вижу. Присылайте ребятки отсюда видео с пляжа, кто будет здесь попозже. Будет очень интересно узнать. Дорогие мои друзья, ну, немножко водоросли присутствует. Возле берега вода чистейшая. Вода 26,4 градуса, 33 на солнышке. Уже сейчас будет 33 в тени, по прогнозу. Ветер до 5 метров в секунду сегодня. Вам всем хорошего и релепного отдыха. Желаем, чтобы все у вас получалось. Вы приезжали, отдыхали и наслаждали всеми этими моментами, которые мы можем вам предоставить и подарить. Пляж чистейший, море классное. Везде все убирается. Единственное, проходе перед морем, вот этот отрезок мне не понравился. В остальных местах, в принципе, все как было, так и осталось. Будем надеяться на развитие этого проезда, улучшения для отдыхающих. Но в этом году, как и везде, транспортный коллапс, большому сожалению. Будем надеяться, в дальнейшем он будет меняться, улучшаться. Всех крепко обнял, сердцу прижал. Желаю вам, как говорится, хорошего отдыха и привет всем черноморским. И чтобы у вас были глаза такие же большие и красивые, как у этой девушки, когда вы увидите наше море. Здорово себе. Вы здоровы себе? Да. Очень приятно. Здравствуйте, хорошего отдыха. Спасибо.